Ребятки, всем привет! Мы продолжаем решать задачки текстовые. Сегодня у нас задачка на работу. На самом деле она тоже типовая, точно так же, как на скорость времени расстояния, только там столбики будут называться чуть по-другому. Так, заказ на изготовление 110 деталей. Первый рабочий выполняет на один час быстрее, чем второй. Сколько деталей за час изготавливает второй рабочий, если известно, что первый за час изготавливает на одну деталь больше. Так, ну что у нас? Столбики называются АПТ. АПТ – это работа, это то есть детали. П – это производительность, то есть детали в час. Т – это время, это часы. Столбики разграничим. Кто у нас есть? У нас есть два рабочих, то есть первый рабочий и второй рабочий. И строчки тоже разграничили, примерно. Можете эти линии не писать, главное, чтобы было понятно, что, к какому столбику и к какой строчке относятся, чтобы смотрели табличку и было видно. Так, заказ 110 деталей. Это значит, 110 деталей первый делает и 110 деталей делает второй. Первый рабочий выполняет на один час. Вот тут будьте внимательны, не на одну деталь больше, а на один час. То есть час – это мы решаем, когда уже составляем уравнение, решаем, куда отнести эту единичку, прибавить или вычесть. Сколько деталей за час изготавливает второй, если известно, что первый за час изготавливает на одну деталь больше. Первый изготавливает на одну деталь больше. Значит, скорость работы. То есть производительность первого – х плюс 1, а производительность второго – просто х. Так, время. Ну, опять же, скорость времени. Ага, скорость времени. Формула. Формула времени такая же, как у СВТ. Надо работу поделить на производительность. Столбики можете называть как АПТ, так и словами работы, производительность, время. Как удобно. 110 делим на х плюс 1 – это время работы первого рабочего. И 110 делить на х – это время работы второго рабочего. Опять же, если, ребята, вы готовитесь к ОГЭ, вам нужно минимально описать табличку. То есть пусть х – это производительность. Так, опять я забыла о единице измерения. Плюс х детали в час – это производительность второго. Тогда х плюс 1 – это детали в час. Это производительность первого. Время, да, вы должны объяснить, почему время вы так выразили по формуле А делить на П. Следовательно, время первого – это 110 делить на х плюс 1 в часах, да. А время второго – это равно 110 делить на х. Тоже в часах. Хорошо. Ну, как я обычно составляю уравнение, да, нужно написать фразу. Составим уравнение. Составим уравнение. Я слева всегда пишу время первого, а справа всегда пишу время второго. И иду в условия. Первый выполняет на час быстрее. Быстрее – это значит тратит времени меньше. То есть первый тратит времени меньше, а второй тратит времени больше. То есть либо мы прибавляем к первому, либо мы считаем из второго. Раз я тут оставила место, значит давайте прибавим к первому. Ну все. Избавляемся от знаменателя, то есть домножаем на х, х плюс 1. Как только мы домножаем на знаменатель, мы сразу же идем правее и пишем х не равно нулю, х плюс 1 не равно нулю, а значит х не равен минус 1. И вообще мы ищем производительность. Производительность у нас больше нуля. Никаких опознавательных знаков не оставим. Ни совокупность, ни система, ничего не надо. Это просто ваше условие. Это не ОДЗ. Это просто вот вы написали условие, которым должен соответствовать х, который вы найдете. Так, 110 на что домножаем? Домножаем на х, получаем 110х плюс 1, домножаем на все. То есть я сразу скобки раскрою. Это будет х квадрат плюс х, равно здесь у нас есть х, значит 110 умножаем на х плюс 1. То есть 110х плюс 110. 110х у нас благополучно уничтожается. Это здорово. Получается, все переносим влево. Да, х квадрат плюс х минус 110 равно 0. И дискриминант, да, как я уже говорила, если вы написали формулу b квадрат минус 4а, c эксперт, уверен, что вы ее знаете. И если вы вдруг ошибетесь, он подумает, что вы ошиблись арифметически. У вас будет одна арифметическая ошибка. За это снимает 1 балл. Если вы формулу не написали, эксперт подумает, что вы формулу не знаете, а значит поставит вам 0 баллов. Поэтому формулу лучше писать. Так, b квадрат, получается 1 минус, нет, плюс 4, 4, 0, 441. Корень дискриминанта 21, по-моему. И находим х. х равен, тоже давайте формулу в этот раз пропишем, минус b плюс минус корень дискриминанта делить на 2а. Это получается минус 1 плюс минус 21 делить на 2. Так, давайте используем сначала минус. Это будет минус 22 делить на 2, это минус 11 и просто 10. минус 11 не подходит, тире, не подходит. Да, он не может делать минус 11 деталей в час. Это получается, он делает наоборот. Не подходит, так как p больше 0 всегда. Так, 10. Так, 10 деталей в час. И идем. Кого мы нашли? Мы нашли х, мы нашли второго. Мы нашли второго. А кого нужно было найти? Второго. Все. 10 деталей в час – это p второго. Ответ. 10 деталей в час. Еще раз заострю внимание на таких моментах по оформлению. Во-первых, мы составляем табличку. Если вы не составляете табличку, ну, не составляете, но у вас должна быть математическая модель. То есть должно быть описание, что вы взяли за х, почему х именно это, почему производительность первого х плюс 1 и так далее. Если составляем табличку, минимальное описание тоже должно быть, потому что эксперты бывают разные. Фразу составим уравнение. Домножаем на знаменатель. Можно через дополнительные множители, но только вы не должны знаменатель терять. Вам все равно таким способом придется от него избавляться, домножать на него. Также, ну, что-то типа ОДЗ, но мы не написали, что это ОДЗ. Это просто условие для х. Это просто условие для х, это обязательно, потому что обязательно знаменатели не должны быть равны нулю, потому что 0 делить нельзя, да, но знаменатель мы делим. Про формулы. Сказала, что если вы формулы не пишете и вы вдруг ошиблись, это считается, что вы формулы не знаете. Если вы формулы написали, но ошиблись, это считается арифтической ошибкой. И внимательно, когда вы найдете х, возвращайтесь в условие и смотрите, что вы нашли, что нужно найти. Не всегда бывает так, что мы нашли, и О, это сразу ответ. И в ответе мы пишем число вместе с единицами измерения. В принципе, это все. Задачка на работу, она тоже типовая, простая. Буду благодарна лайкам, комментариям, репостам, подпискам. И если вы хотите попробовать со мной пробный урок, пробный урок первый у меня бесплатный, ссылочки будут в описании, пишите в WhatsApp, обговорим, все обговорим и назначим дату. На все удачи вам, у вас все получится.